Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня наш гость Регина Хайрулова, член Совета молодых литераторов. Регина пишет стихи и прозу, а еще рисует и любит путешествовать. Итак, слово нашему гостю. Здравствуйте, меня зовут Хайрулова Регина, я член Совета молодых литераторов, я поэт и прозаик. Также я очень люблю рисование, я вам сегодня покажу много своих работ. А еще я люблю путешествовать, люблю писать стихи. Ну и начнем, наверное, с одного из моих любимых стихотворений. Я ведь правда звала в свою быль, Я хотела отныне с тобой И к горам, и под звездную пыль. Обнимая вечерней луной, Акварелью писала наш дом, И строкою целую чело. Я шагала через тот бурелом, Что к сердцам мне устанно нанесло. Так, плутая в осознанных снах, Свои грезы любовью зовя, Я тянула тебя в попыхах. Извини же, мой милый, меня. Итак, я решила начать со стихотворения, А теперь продолжу рассказывать о себе. Как я сказала, я поэт и прозаик, но образование у меня, как ни странно, техническое. Я закончила в прошлом году наш Ульяновский политех по специальности материаловедения и технологии материалов. То есть это чисто техническая специальность. Она связана с химией, науку я тоже люблю. Сейчас я обучаюсь тоже в политехе на магистратуре. Я учусь на эколога. Эта специальность напрямую связана с природой. Природу я тоже очень люблю. И раз я начала про природу, давайте я расскажу о своих путешествиях. Я мечтала путешествовать всегда, с раннего детства. Но так вышло, что в первое свое путешествие я отправилась только в 2019 году. Это были наши ундры у нас в Ульяновской области. Я поехала вместе со своей сестрой. Мы там были всего лишь один день, даже не ночевали. Пошли мы в первый поход в джинсах и в майке. То есть это абсолютно неправильно. Так походы не ходят, как я потом поняла. И поняла почему. Но мои походы начались именно вот с этого небольшого приключения. Потом через неделю мы с ней едем в город Казань. То есть я выезжаю, наконец, из Ульяновской области. Первый раз где-то 7 лет. То есть я очень много лет не ездила никуда. На тот момент мне 19 лет должно исполниться. То есть это июль, в августе мне 19 будет. Вот мы едем в Казань. И все, с этого начинается моя любовь к путешествиям. Мне хочется постоянно куда-то ездить. Проходит время. Я езжу еще как раз в Татарстан. Езжу еще чуть-чуть по разным местам. Время идет. Ничего особо такого не происходит в походах. А я мечтаю попасть в горы. Это моя давняя мечта с детства. Мне постоянно хотелось в горы. Я пишу стихи о горах. Я пишу книги о горах. У меня в романах постоянно всплывает этот символ, как горы. Постоянно персонажи туда попадают. И, в общем, все это тянется, тянется, тянется. И прошлый год наступает. События так складываются, что сначала я попадаю в Сенгелеевские горы. Тоже наша Ульянская область. Мои первые горы. Сейчас я покажу рисуночок. Вот это Арбугинская гора наша в Сенгелеевских горах. А я попадаю в свои первые горы. И на впечатлениях я делаю вот этот рисунок. Туда я уже еду более подготовленной. То есть это ни джинсы, ни майка. Я уже осознаю, что такое поход. Но у нас не задается с погодой. Поэтому мы там совсем чуть-чуть находимся. И потом скоро возвращаемся в горы. То есть поход опять маленький. Но я мечтаю о больших походах. Я хочу в крупные. Я хочу действительно восхождение совершить в горы. И опять же, если говорить о литературе, это постоянно сказывается на моих книгах. Я постоянно отправляю персонажей своих в горы. У меня героиня романа едет на Алтай покорять горы. Я пишу этот роман как раз прошлым летом. Она приезжает на Алтай. Она путешествует. У нее все хорошо. И в какой-то момент я вижу объявление, что в Ульяновске собирается группа, которая едет в августе месяце на Кавказ. То есть это тоже горы. Не Алтайские, но это горы Кавказа. Это тоже очень крупные горы. Очень такие значимые. Это Эльбрус. К Эльбрусу у меня особая любовь. И я думаю, может быть, поехать. Но чтобы было понятнее, с чего я вдруг решила поехать так далеко, то есть в Кавказ нужно ехать двое суток на машине, мы поехали. Чтобы было понятно, с чего вдруг я, которая только в соседней области выезжала, вдруг решила на Кавказ, я чуть-чуть расскажу о том, что происходило в моей жизни. В март прошлого года у меня начинается очень непростой период, который также входит в мой второй роман. Он посвящен как раз вот этому переломному этапу моей жизни, когда у меня и в творчество переход происходит, и вообще в мировоззрение. В общем, я бы сказала, перелом моей жизни. Но очень нужно так было, чтобы случилось. И вот, март месяц, происходят такие события, что по разным сферам жизни у меня начинаются проблемы. То есть начинается с дипломной работой. На предприятии говорят, что они не могут выделить материалы на мою тему, а уже приказы все вышли. Мы переезжаем с родителями из дома, где я прожила 18,5 лет, то есть огромный кусок своей жизни, почти всю сознательную жизнь. Мы переезжаем в новую квартиру. У меня там еще были дополнительные из других сфер тоже трудности. И все это накладывается, накладывается, накладывается. И случается непростой период, когда... Ну, это зовется периодом депрессии по-настоящему, если говорить как психологи. Вот в этом состоянии я вижу объявление о поездке на Кавказ. Это моя мечта, настоящие крупные горы, они такие маленькие, как наши сенгелеевские. И я все, я принимаю решение за одну ночь, я пишу, я говорю, я к вам записываюсь, я с вами еду. Мне говорят, может, еще подумайте. Но все-таки за одну ночь решение приняли, у нас даже не знаете, с нами не ездили. Это вот я рассказываю про замечательную такую женщину, как Лена Пескова. С ней я еще очень много куда съездила после этого. И вот она мне говорит, ну, если вы не уверены, может, вы еще подумаете. Я говорю, нет, записывайте, я еду. Все, я еду на Кавказ. Я воскресаю, никаких депрессий, ничего подобного. Все меняется в моей жизни. Я попадаю на Эльбрус. Вот так выглядит Эльбрус. Это действительно он выглядит вот приблизительно так, небо без градиента. Вот у меня некоторые спрашивали, почему небо все сплошное синее. Оно действительно такое на Эльбрусе. Мы идем по Эльбрусу, мы поднимаемся. Подготовка у нас есть, но снаряжения для восхождения на вершину недостаточно. Но, тем не менее, мы решаем пройти столько, сколько сможем. Мы все-таки не шли с целью покорить вершину, мы шли просто в походы. Это у нас третий день похода. Мы идем на Эльбрус. Мой личный рекорд 4200. То есть у нас это пятитысячник, он за 5000, у него высота. У меня 4200. Вот я добираюсь до этой вершины. Ну, не до вершины, но на пути к вершине. Я мечтаю однажды все-таки взойти на вершину Эльбруса. Ну, посмотрим, как получится. Мечта такая есть. Итак, я возвращаюсь с похода, и начинается огромный всплеск уже литературный. Все это повлияло на меня и в рисунках. Все это проявляется, как я показала на некоторых. И у меня возвращается любовь к поэзии. Я начинала свою литературу как раз с поэзии. Но примерно лет в 12-13 я подумала, что я пишу недостаточно хорошо стихи, что там рифмы, ритмы, туда нужно смысл заложить, нужны литерации, сонансы. Я как все это прочитала, думаю, боже мой, я такое не смогу. Все, я на какой-то период оставляю поэзию. Этот период, получается, где-то с 12 лет до моих, это получается, 22 лет. То есть 10 лет я не занимаюсь поэзией. Редко что-то бывает, там одно стихотворение в год. Ну, дай бог. Это вот так. Но я вернулась с Кавказа. У меня в прозу все это уместить не получается. Я до сих пор работаю над романом. То есть я его уже который... Ну, уже второй год я пишу конкретно по вот этим событиям, которые там произошли. И до этого я еще начинала этот роман. Все это вложено в роман, весь мой поход кавказский. Но проза не справляется с теми чувствами, которые меня обуревают. Они лезут наружу, они бьют фонтаном. Я вспоминаю, что есть поэзия. Я начинаю писать стихи. Я пишу стихи вообще, как ни странно, на походе я практически не пишу на тот момент. Я пишу о своих чувствах, о своем мировосприятии. Я пишу о своем возрождении. То есть это больше такие философские темы, размышления больше. А вот я все это пишу. Сейчас я вам зачитаю одно из стихотворений. Это первое стихотворение, которое напечатано у меня. И вот это стихотворение как раз написано после Кавказа. Ты помнишь лес, о счастье гор? И звездный блеск, медовый сбор, собор свечей. Ты помнишь лик и тон речей, горы в тот миг. И чистоту стремления, и чистоту биения в груди, где боль сменялась вдруг на благость. Коль любовь, мой друг, во мне жива, я озарю ей мир. Тебя благодарю. Мне жаль, прости за ран узор. Ты помнишь стих о счастье гор? То есть горы начинают появляться теперь у меня и уже в поэзии. Это вот журнал «Симбирск». Это очень такая была важная для меня публикация. Это первая публикация в журнале для меня. Вот здесь сказка Ивана Дамарина, я ее тоже чуть позже зачитаю. Она отправлена была раньше в Симбирск, но напечатана позже. То есть вот это вот мой первый вообще журнал. Я его зачитала весь, я все здесь листала. Очень рада была ему. Итак, это про Кавказ. Идет время. У меня происходят разные события в жизни. Потихонечку жизнь идет своим чередом. Выходит в печать вот этот журнал. Это тоже журнал «Симбирск». И здесь напечатана сказка Ивана Дамарина. И еще она же напечатана вот в этом сборнике. Это очень важный для меня сборник в объективе слова. Что это за сборник лично для меня? Это моя первая печатная публикация вообще в принципе. То есть я публиковала свои истории в интернете, как многие делают, смс. Да, там писала от руки. Но вот это первая действительно книга, настоящая бумажная книга, в которой я увидела свою сказку. То, что я писала, лично я написала. Это было очень для меня трогательно. Я почти расплакалась на вручение этого сборника. Я долго успокаивалась. Ну, в общем, эмоции били через край. Вот. Этого истории я добралась сейчас в своем творческом пути до осени прошлого года. Но я начала с переломного этапа. Что же было до него? Все-таки творчеством я занимаюсь с детства. Как я сказала, я начала писать в начальных классах. Это были стихи, это были сказки. Первая моя сказка о птичках. Эти природы я любила уже тогда. Я писала, чуть-чуть рисовала. Ну, как все дети. Просто там в школе рисовала время от времени. Но в 2018 году случилось такое событие, которое заставило меня спасать себя в творчестве. Просто спасать свою душу и уйти в творчество. Она действительно исцеляет искусство. В этот период, чтобы было понятнее, у меня умирает мой папа. И это событие очень сильно бьет по мне. Я не могу с ним справиться. Мне не помогает. Вот как там говорят, какие-то методы принять. Вот это все. Мне ничего не работает. Я его очень любила. И я начинаю писать историю. Это моя первая история. Я ее писала много лет до этого. Но я писала там на уровне страничка в год. Чтобы как-то себя успокоить, я начинаю убегать в этот выдуманный мир. Там у меня в этом мире свои законы. Там никто не умирает никогда. Там все хорошо, все счастливо. У них там свои какие-то есть затруднения. Но никто никогда не умирает. Это главное. Это первая такая история. Недавно я к ней тоже обращалась. Посмотрела. Может быть, получится с ней что-то еще сделать. Это 2018 год. И получается, с 2018 года по прошлый, 23 год, я вот пишу просто на уровне. Пишу, публикую что-то на своей странице в социальных сетях. Что-то как-то показываю знакомым. Но к совету молодых литераторов я не иду. Я никуда не публикую. Ничего не происходит. То есть я все это, как говорится, в стол. Чуть-чуть показываю людям, но по большей части это в стол. Происходит такое событие очень интересное, что несколько человек одновременно мне говорят об одном конкурсе. Конкурс «Пиши не в стол». Мне это говорит мой преподаватель в университете. Я ей очень за это благодарна. Говорит, моя подруга лучшая. Ну, одна из моих близких подруг. Мне это всплывает просто в новостях ВКонтакте. Я думаю, ну что ж такое? Ну, из трех разных источников. Надо попробовать. Я прихожу. Ну, не прихожу, точнее. Я просто присылаю туда свою сказку Ивана Дамарина. Это как раз все еще она. И это получается у нас февраль как раз прошлого года. Я присылаю, благополучно забываю, думаю, ну, вряд ли я что-то выиграю, что-то куда-то я попаду. Ну, ничего такого особенного там нет. Но я занимаю второе место с этой сказкой. Ее обещают напечатать. Как раз ее напечатали в этом Симбирске, в журнале. Ее обещают напечатать. И я думаю, боже мой, я что писать умею? Вот. Я пошла туда с подружками на подведение итогов. Мне страшно было. Она тоже подавалась туда. Она со стихами была. Вот я сижу и говорю, слушай, я боюсь. Я сейчас не скажу то, что все ужасно, ничего не нравится никому. Я расплачусь. Она говорит, сиди, не бойся. Вот. Она меня очень тогда поддержала. Получила я это второе место. Я до сих пор смотрю на этот сертификат в рамочке. Успокаиваю себя, когда думаю, что я писать не умею. Думаю, ладно, что-то, наверное, все-таки умею. Вот. Так я ознакомлюсь с советом молодых литераторов. Что я делаю потом? Я думаю, ну, раз сказка заняла не первое место, значит, ее можно как-то улучшить. Я включаю логику и думаю, интересно, а как? Смотрю в группе советов молодых литераторов. У них проходит заседание их литературной студии. Думаю, ладно, раз я такое пережила, попробую отнести к ним на разбор. Я прихожу, первое мое заседание, я сразу прихожу к ним на разбор. Я даю им сказку, и начинается настоящий разбор произведения. Я уже закаленная, я проходила разные конкурсы в интернете. Самосуд. Самосуд – это страшнейшая вещь. Люди пишут все, что думают, совсем некорректно порой. Поэтому я сижу, и я уже думаю, ладно, я закаленная, мне уже не страшно. Но это на прозу так, с поэзией так не работает. Вот, я все это слушаю, записываюсь себе. Думаю, ну ладно, вроде не так страшно. Прихожу домой, и честно, я не могу писать несколько дней. У меня не пишутся ни строчки, я думаю, все, что я пишу, зачем я пишу, с какой целью, с каким смыслом, что я туда вкладываю. То есть я начинаю думать, зачем я вообще занимаюсь искусством, что я хочу сказать. Проходит несколько дней, я понимаю, что… Нет, писать я хочу. Я хочу говорить о себе, как я вижу мир. То есть в основном я в книгах показываю и в поэзии в просье свое восприятие мира, как я вижу, как я живу. Вот, я все это из себя продумала и думаю, ладно, я буду писать дальше, посмотрим, как пойдет. Потом я прихожу еще на несколько заседаний, но уже я больше не разбираюсь, я пока не готова. Вот, я прихожу на заседание, я знакомлюсь с замечательными нашими местными молодыми литераторами. Со многими я сейчас уже практически сдружилась, мы потом еще очень много раз видимся. Это и Катя Богданова, и Настя Миронова, и Артем Прошл. Он, кстати, тоже пришел на первую росу, то есть он тоже совсем недавно пришел. В общем, я знакомлюсь с литераторами. И август месяц, то есть я только вернулась с Эльбруса, я только с Кавказа. Проходит с 19-го я возвращаюсь, август 25-го, в мой день рождения начинается литературная мастерская «Платиновый век». Я такая думаю, ну мой день рождения, я туда подавала заявку, не знала, пройду, не пройду, думаю, ну подам. Я прихожу, и все. Мы несколько дней полностью погружаемся в тексты друг друга. У нас лекции к нам приезжают из Петербурга, из других городов. Лекторы нам читают действительно люди, которые издаются, публикуются, которые известны в литературной среде. Это и журналисты, и поэты, и прозаики. Вот я помню, Роман Круглов нам читает лекцию. Он из Санкт-Петербурга, помню еще замечательный человек, он мне сказал, чтобы я продолжала писать именно в таком духе. Это вот он как раз у меня был на разборе моего рассказа. Рассказ я, правда, потом переписываю полностью, но вот он сказал, что вот оно мое, вот да, можно писать именно так. Я думаю, он все-таки прав, действительно. Можно писать именно так. И давайте я зачитаю, наверное, сказку, раз я про нее сказала. Сказка Иванда Марина, она написана на основе легенды. А у нас в городе на севере находится Моришкин родник. Этот Моришкин родник когда-то был Моришкиным озером, потом там сделали площадь, и снова там пробила вода, а там теперь опять родник. Я все это знаю откуда, потому что я еще увлекаюсь краеведением, еще я чуть-чуть краевед. И вот я все это услышала один раз по радио. Я очень любила слушать радио до переезда вот в прошлом году. Потом у нас радио уже не было такого. То есть был настоящий радио, такой аналоговый, с проводочком в стену. Вот я очень любила его слушать. Я слышу про вот эту легенду, ее версии Садовникова, и думаю, столько веков никто не переписывал на современный лад. Ну, перепишу я. Подумала я, отправила эту сказку тогда как раз на Пишине в стол. И вот она напечатана в журнале, напечатана в сборнике. То есть это я просто вечером радио послушала. Вот. И давайте зачитаю начало и зачитаю ближе к финалу. Итак, Иван да Марин. Легенда. Давным-давно, когда еще на могучей Волге стоял Синбирск, полные легенд и преданий, у глубокого и чистого озера жила вдовевшая красавица Марина. Была она краснощелкая и золотоволосая. И влюблялись в нее все местные чужеземные юноши. А Марина ото всех нос воротила. Милей свободы, как она сама сказывала, ничего ей не было. Приехал однажды в Синбирск гусляр Иван, писанный красавец с кудрями и, как поговаривали, большим умом. Ездил он по свету и искал невесту подстать себе. Как-то раз он увидал на рынке Марину и сразу понял, что она-то ему и нужна. Стал просить ее в жены, но та лишь взглянула так, словно ледяной водой обдала, и ушла в захудалый домишко у озера. Иван каждый день играл под ее окнами на гуслях и распевал. Ах, Марина, ах, Марина, как рябина, щеки красные. Ах, Марина, ах, Марина, как прекрасные златые власы. Но та лишь смеялась Марина и закрывала ставня. Стал тогда Иван думать, как покорить гордую вдову. Сосед ее подсказал, что Марину можно подкупить драгоценностями со дна болота в волшебном лесу. Пришел Иван к Марине и ей сказал, я принесу тебе то, чего не сможет принести никто другой. Жди меня с золотом из далеких краев. Марина лишь склонила голову и усмехнулась. Дальше у них происходит много-много событий. Я вам всю сказку зачитывать не буду, я вам зачитаю финал. Долго ли коротко лимчался Иван к Марине. Наконец добрался до ее дома у озера. Увидал подле самой воды свою красавицу. Хотел окликнуть ее, но тут послышались схлипы. Подивился тому Иван. Как гордая Марина может плакать? Уж не сосед ли ее обидел? Коснулся плеча. Марина вздрогнула, обернулась. Лицо ее казалось бледнее, чем прежде. Волосы уж не так сияли златом. Но по-прежнему Марина была прелестней всех на свете. И особенно дивны были глаза. Блестящие от слез и такие же глубокие, как озеро, подле которого она стояла. Залюбовался Иван и не заметил, как Марина вдруг обозлилась на него, напустилась. С чего ты ходишь ко мне, дурак? Не нужен мне никто. Ничего мне не надо, окромя свободы. Остачертели вы мне вот что. Ах, Марина, как ты можешь такое говорить? Ведь ты была мужниной женой. Не была. Никогда я не была ничьей. А муж мой был дурак и пьяница, всю душу извел. Ответила она и снова стала, как прежде, с гордо поднятым подбородком и холодными глазами. Ах, Марина, чего ж ты хочешь? А принеси ко мне солнце. Коль да будешь, я стану твоей, а коль нет, ни за что. Со злостью сказала Марина и скрылась в доме. Ушел с этим обещанием Иван и стал голову ломать. Как добыть само солнце? Хотел душу отвезти на соседя, Да тот на глазах Ивана обратился в черта И умчался в сторону волшебного леса. Ну-ну-ну, пробормотал Иван и махнул на него рукой. Что с такого взять-то? Много недель прошло, Пока Иван не придумал, как достать солнце. Приходит он как-то к Марине, стучится в дверь. Я принес солнце, выгляни, сама увидишь. Выглянула Марина, ахнула и закрыла глаза руками. А Иван ее держит, чтобы дом не убежал. Вот оно, солнце, видишь его? Вижу, Иван, убери! Недовольно ответила красавица. Спрятал Иван зеркало ведьмы, В котором солнце отражалось. И сказал, Теперь ты мне жена сама обещала. Горько задохнула Марина, Но делать нечего, согласилась. В день свадьбы пришел Иван к невесте, А ее нет нигде. Весь дом проверил, пусто. Глянул на озеро, там ее косынка. Вспомнил Иван слова водяного и ведьмы. Горько заплакал. Когда стемнело, поплыл он на лодке К середине озера и стал играть на старых гуслях. Да так заунывно и красиво, Что из воды поднялась сама красавица Марина. Зачем погубила меня? Зачем утонула? Ах, Иван, если б ты знал, До чего горько мне было. Что ты, что сосед, что муж мой Вы всем моей красой упивались. А я? Я вам и не нужна была, Никому не нужна, Иван, Молвила она, и очи ее блестели от слез. А мне так любви хотелось, настоящей. А теперь, как я русалкой сделалась, Мне солнышко хочется. И по земле родной пройтись охота, Мне на Волгу с холмов поглядеть охота, Мне жить охота, Иван. Знал бы ты, как здесь тоскливо, Плакала она, Положив голову и руки на лодку. И виделась Ивану та самая Марина подле озера, Что стояла тогда с глазами полными слез, И от того неземной красоты. Каждую ночь приплывал Иван к Марине, И каждую ночь они так говорили. И влюблялся в нее Иван все сильнее и сильнее, И уж не казалась ему Марина холодной красавицей. Была она с ним приветлива и открыта. Однажды Иван не выдержал жалоб Марины И прыгнул за нею, взяв гусли, Чтобы не тосковать по жизни. Поплыли влюбленные, провожаемые светом луны, К самому дну. Поклонились они воденому, Простил он Ивана, благословил их, И поженились они, наконец, Найдя любовь на дне Маришкиного озера. Легенда грустная. Но в моей версии она еще заканчивается счастливым концом. Легенда, которая у нас в городе бытует, Которую пишет из Садовников, Там в финале есть разные версии. В одной версии они вообще не женятся, Они так и не встречаются. То есть там в финале они просто оба погибают. А в другой версии Иван женится вообще на другой. Я подумала, что так нельзя. Я пишу свою версию. У меня они все-таки поженились. Хоть на дне озера, Хоть так, но они женаты, Они счастливы, они любят друг друга. Благодарим Регину Хайрулову за участие в нашей программе. Сказка «Иван да Марина» опубликована в журнале «Симбирск. Номер 2» за 2024 год. Надеемся, что наше сотрудничество с молодым автором продолжится. Вам, дорогие друзья, желаем света и добра, Всего самого хорошего, Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok